Улицу Комсомольскую перекрыли на три дня. Движение в районе дома номер 19. Коммунальные службы ограничили из-за ремонта канализации. Проезд запрещен для всех видов транспорта вплоть до пяти вечера в воскресенье 27 декабря. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Дом на Ленина 8-Б в Нововятске до сих пор не сдан. Здание предназначено для выпускников детских домов. История продолжается уже почти полгода. Все это время срок сдачи объекта сдвигается на неопределенный срок. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, сейчас в доме проводятся последние работы по подготовке к заселению. Впрочем, конкретная дата, когда владельцы смогут заехать в свои квартиры, не называется. Строительство пешеходного перехода через железную дорогу в Нововятске закончено. Работы по его постройке велись около полугода. На них потрачено около 11 миллионов рублей. Открытие было запланировано в начале октября, однако выполнить работы в срок не удалось. Сейчас переход через пути на станции Поздина сдан в эксплуатацию. Он оборудован освещением, светофором и звуковой сигнализацией. Ученики начальных школ Кировской области напишут всероссийские проверочные работы. Такое решение приняло Федеральное министерство образования. Итоговые экзамены будут проводиться среди четыреклассников уже в мае следующего года. Школьников проверят на знания русского языка, математики и окружающего мира. Для проведения будут использоваться единые для всей страны проверочные материалы. Добавим, что в 2017 году подобные экзамены планируют вести в среднем и старшем звеньях школ. Редактор субтитров А.Семкин